Ой, ты мне палку-то не дай, Коля. Палку-то не взяла. Ну ладно, ничего, я так. Без костылей Лидия Григорьевна передвигается уже с трудом. И пенсионерки первой группы инвалидности. По хозяйству помогает только муж, но и он, инвалид первой группы, ходит еле-еле. От внешнего мира двое пенсионеров совсем отрезаны. Несколько лет пожилые супруги лелеют мечту о собственном балконе, чтобы можно было выйти подышать свежим воздухом. Балкон нам просто необходим для того, чтобы хотя бы воздухом дышать. Мы выходим иногда на улицу, но этого очень мало. Самостоятельно мы себя обслуживать не можем. Сейчас у нас стоит вопрос в нашем опекунстве. Но воздух-то нужен постоянно. Воплотить мечту в реальность пенсионеры уже пытались. Обратились в управление архитектуры, составили проект за свои кровные деньги. Отдали за него 10 тысяч рублей. Даже балконную дверь установили, но, как выяснилось, поторопились. На первом этаже трехэтажного дома балкон проектом не предусмотрен. Строить его можно только если согласятся собственники других квартир. А соседи не согласились. О былой мечте на фасаде дома напоминает только свежая краска. Дверной проем в стене пенсионерам пришлось заложить кирпичом. Под нашими окнами люди ходят. Даже проторили целую дорогу. И нам балкон, конечно, очень необходим. Тем более, что дышать в квартире рассказывают пенсионеры нечем. В доме не работает вытяжка. Добровольное пожарное общество в 2018 году выявило, чтобы каналы вентиляции в квартире засорены. В воздух спертый. К тому же в дом пенсионеров стекаются все кулинарные запахи соседей. Когда мы готовим, вентиляция не тянет. Я даже, честное слово, прям от своих запахов, не то, что падал, но плохо очень делалось мне. Починить вентиляцию пенсионерам управляющая компания обещала еще летом 2018 года. Но выполнить ремонт полностью не удалось. В МКП ЖКХ рассказывают, на данный момент прочистили только вентиляционный канал ванны. Работы затянулись по независимым от управляшки причинам. Не получилось сделать это оперативно в связи с тем, что вышерасположенная квартира не предоставляла доступ для проведения работ. Нам пришлось проводить эти работы со стороны личной клетки. Но, тем не менее, в этом канале вентиляция восстановлена. Сейчас проблема у нас вентиляции в этой квартире по кухонному стояку. Но мы уже подали заявку в ВДПО, специализированную организацию. И в январе месяце вентиляция по этому стояку будет восстановлена. А вот вопрос со строительством балкона так просто не решить. Пока 100% жильцов дома не согласятся дать инвалидам доступ к свежему воздуху, пенсионеры к работам приступить не могут. Пойти в обход мнения соседей можно только через суд. Но сил на судебные заседания у пожилых супругов нет. Помочь разобраться в этой проблеме уже вызвалась общественная организация ЖКХ «Контроль». Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6 канал.